Сегодня провожу вот такой бесплатный семинар «Почет объемов работ в строительстве для сметной документации практиков». Ну и в этой ситуации предупреждаю сразу, что я сегодня буду говорить вот о таких вещах, если кто-то был на моих курсах, то я это, конечно же, рассказываю. Но в основном мы не касаемся документов, о которых я буду сегодня рассказывать, потому что в основном я сегодня буду говорить о нормативных документах, на основании которых мы с вами производим подсчет объемов работ. Всю нашу сметную документацию, которую мы с вами считаем, я всегда говорю о том, что у сметчика должен быть вот такой большой палец, если вы правша, или вот такой большой палец, если вы левша. Любое действие, любую точку, любую запятую, любую цифру, которую вы проставляете в своей сметной документации, вы должны уметь доказать. На основании каких документов вы производите эти действия, на основании каких документов вы включаете те или иные нормативы, на основании каких расчетов вы включаете объемы работ, на основании каких, далее, технологий строительного производства, без знаний технологий строительного производства очень сложно составлять хорошие сметы. Хорошие сметы я всегда называю правильные, дорогие сметы, но прежде всего правильные, основанные в обязательном порядке на каких-то нормативных документах. И несмотря на то, что вот мы курсы здесь проводим, их достаточно много, я сейчас коснусь этих курсов, вроде бы в быстром темпе у нас почти 280 часов курса по сметному делу, мы стараемся как можно больше показывать вам практику, но между делом я все равно рассказываю о нормативных документах. Вы никуда не денетесь, вам придется их читать со временем по мере надобности, вам придется доказывать, почему вы сосчитали ту иную стоимость. Ну фамилия моя Малютина Надежда Николаевна, я когда-то в прошлом веке, когда сахар был слаще, вода была мокрее, закончила Московский инженерно-строительный институт, факультет у меня был градостроительства, я специально выбирала этот факультет, потому что это был единственный факультет, на котором касались все области строительства. Все, то есть понемножку мы касались всего, всей документации и так далее. Ну и естественно, когда мы обучались в институте, не было такого широкого, не доносили до нас широкой информации о тех нормативах, на основании которой мы составляли какие-то проекты, курсовые, нам давали методички, и мы в соответствии с методичкой что-то там делали, выполняли проекты, расчеты делали, составляли какую-то сметную документацию, семестр у нас целый был, сметной документации, но основных правил никто не рассказывал. А вот потом уже, когда вы заканчиваете институты, приходите или даже какие-то другие учебные заведения, приходите работать уже непосредственно в организации, вдруг оказывается, что у нас достаточно много правил, по которым мы с вами работаем, проектируем, составляем сметную документацию, рассчитываем объемы работ, доказываем, проводим экспертизу сметной документации, доказываем нашим оппонентам, нашим контрагентам, все ли мы правильно сделали. И уже потом, учитывая, что, в общем-то, я, занимаясь 18 лет в проектном деле, поняла, что надо, необходимо изучать уже экономику производства, я работала ГИПом какое-то время, потом занимала должности и руководителя по экономике, финансового директора, поняла, что для того, чтобы правильно все-таки составлять сметную документацию, неплохо бы еще и более всесторонно изучиться на образовании в строительстве. И тогда уже у меня были курсы высшей школы экономики, ну, уже со знанием экономики. Ну, работаю я, как бы основная у меня работа сейчас, это учебный центр специалист. Если вы зайдете на наш сайт непосредственно, вот, сметное дело в строительстве, увидите достаточно много курсов. Я чуть-чуть буквально их коснусь, потому что очень часто бывает так, что перепрыгиваете вы какие-то курсы и не можете связать одно с другим, а у нас как-то это все в последовательности идет. Первым делом мы изучаем в обязательном порядке курс сметного дела в строительстве, обязательно. Здесь мы работаем в Excel, составляем сметную документацию, изучаем, что такие ресурсы и изучаем нормативы. Ну, слово изучаем, это сказать очень, как бы, ну, очень-очень-очень, так, какие-то большие надежды. Мы проходим их мимо, мы записываем, потому что достаточно много документов по сметному, по составлению сметной документации. Мы записываем какие-то документы, где есть какие-то отдельные пункты, на которые надо обратить внимание. И, конечно, предполагаем, что в будущем, когда вы будете заниматься и составлением сметной документации, или просто будете их касаться, будете проверять сметную документацию и так далее, вы, конечно же, прочитаете их. И я даже, когда мы начинаем работать на курсах, я очень часто говорю, что у нас не так много времени. Вот все эти курсы где-то вместе 280 часов мы вам рассказываем. Ну, а потом вы еще работаете дома. Я даже иногда говорю, если мы, например, сидим с 10 до 5 вечера, я своим слушателям иногда говорю, пока оставьте это все, не читайте. Сейчас главное понять, как формируется вообще вот наша сметная экономическая какая-то документация. Уже потом, когда вы или начнете работать, или у вас будет свободное время, вы уже прочитаете это все более подробно. Сейчас пока мы останавливаемся на отдельных пунктах. Ну и без знаний, вот здесь основной курс, это из чего состоит сметное дело, какие бывают методы. Методов сейчас 4 метода. Мы здесь касаемся базисно-индексного метода. Мы касаемся ресурсного метода. Я рассказываю, что такое ресурсно-индексный метод. И мы с вами еще говорим об укрупненном, об оценке, об определении стоимости будущего строительства по укрупненным показателям и будущего проектирования. То есть у нас есть определенные сборники, где мы можем открыть и за 5 минут, всего лишь за 5 минут. Посчитать, сколько стоит тот или иной объект. По крайней мере, уметь проверять себя при составлении сметной документации надо обязательно. Мы даже когда изучаем программу, вот далее изучаем программу смету.ру, изучаем программу гранд смета, мы обязательно здесь рассказываем, как методом раджирования проверить смету базисно-индексным и ресурсным методом. Обязательно касаемся этого для того, чтобы в будущем вы знали, получая от своих контрагентов смету, каким образом ее проверить, чтобы знать, есть ли там прибыль вообще, есть ли смысл идти работать по этой смете на эту стройку, на конкретную какую-то стройку. Это вот уже у нас курс, где мы изучаем программу. Ну и самое главное, те, кто у нас на дипломных работах изучает обе программы, ну когда-то очень давно вот эта смета.ру была у нас чисто московской программой, она была создана за счет денег правительства Москвы, разработка ее вела, вся база ТСНов территориальных сметных нормативов была разрабатана именно вот в этой программе, и сама программа за счет денег правительства Москвы разрабатывалась. Ну а гранд смета была такой общероссийской, в основном промышленного производства. Ну а сейчас у нас достаточно много с вами есть каких-то расширений, которые связывают между собой эти программы. И совсем не обязательно, работая в правительстве Москвы, знать программу смету.ру. Очень часто они дают объявления, и в объявлениях, ну те вакансии, которые у них есть за счет денег строительства правительства Москвы, они нам даже прописывают любую программу смету.ру, гранд смету или любые другие. Сейчас в настоящее время их порядка 12 штук. Есть и гострой сметы, и РИК, и АВЦ, АБЦ и так далее. Много достаточно программ. Ну и потом уже мы начинаем очень ровно разбирать. У нас буквально вот по несколько дней, по 20 часов, по 24 часа, есть курс, здравствуйте, есть курс ресурсного метода. То есть в курсе, где мы определяем стоимость ресурсным методом, учимся это все укладывать в свои программы. Любая программа умеет пересчитывать базисно-индексный метод ресурсным методом. Нет проблем. Далее у нас есть вот такой курс, он будет совсем вот скоро, экспертиза проектной документации сметной. И здесь есть такой подраздел, то есть когда вы составляете какие-то сводные сметные расчеты, мы должны обязательно знать, как считается стоимость проектных работ, стоимость изыскательских работ. Мы их разбираем вот на этом курсе. Как рассчитать авторский надзор, как рассчитать стоимость экспертизы, разбираем здесь 12 глава сводного сметного расчета. Ну и говорим буквально о том, какие основные ошибки, типовые ошибки вы делаете при составлении сметной документации. Вплоть до того, что даем вам какую-то смету, уже заведомо в ней достаточно много ошибок, вы рассматриваете эту смету, пишете нам замечания, мы разбираем все вместе эти замечания, учимся писать замечания, учимся писать ответы на замечания каких-то организаций. Ну и далее уже в программах смотрим, как проверить эти сметы в программах очень быстро, каким образом открывать и так далее. Ну, очень хороший курс. Ну, на сметном деле в строительстве в основном мы составляем сметы по ведомостям объемов работ, в основном. Мы вам в начале нашего курса показываем, что такое проектная документация, но по проектной документации не составляем смету. Ну вот о практикум как раз у нас технологии составления сметной документации, он как раз о том, как составлять сметную документацию в программах по проектам. То есть мы открываем проекты и начинаем разговаривать, как составлять сметную документацию. Я сейчас вот как раз совмещу несколько курсов и расскажу вам, и мы возьмем проект и посчитаем подсчет объемов работ, поговорим, и поговорим о том, все-таки какие ошибки, а объемы работ достаточно частые ошибки в нашей сметной документации, достаточно часто, особенно среди начинающих. Ну и немножко коснемся как раз технологии, то есть мы такой вебинар приведем совмещенный. Я постараюсь рассказать все для того, чтобы и чуть-чуть из технологии, и по подсчету объемов работ, и какие ошибки при составлении сметной документации вы делаете. Ну самое главное, вот я обычно в этой ситуации, когда начинаем мы проходить эти курсы, я обычно захожу в HeadHunter и показываю. Вот это январское, да? Посмотрите, пожалуйста. Конечно, в Москве там порядка 500 всего единиц, но вообще вот по России, учитывая, что здесь порядка 20 видов вакансий сметчика, пожалуйста, сметчика, сметчика-замерщика, инженера, сметчика и так далее. Ну вот у нас с вами предполагается, что, ну я сейчас профессиональный стандарт покажу, чтобы все-таки вот в этой ситуации название как таковой сметчик, ну вот когда-то выпускали у нас такой альбом, он назывался Альбом будущих профессий. Сколково нам выпускала где-то 3 года назад, и она пообещала нам, если это было 3 года назад, это где-то было, ну в 15-м году, в 16-м, что где-то в 16-м году профессия сметчик пропадет за ненадобностью. Ну я постоянно захожу вот на эти сайты HeadHunter, смотрю вот эти специальности, действительно, и не только на HeadHunter, и на многих других. Сметчики по-прежнему в цене, единственное в этой ситуации, неправильно, те, кто выпускает вакансии, отслеживает вакансии и забивает специальность сметчик, с 15-го года действительно профессия сметчик отпала за необходимостью. Если вы откроете, где-то в начале прошлого года Министерство строительства выпустила свой собственный приказ о добавленных специальностях, те, которые у нас в связи вот с расширением технологии в строительном производстве, у нас за последнее время, в 18-м году, порядка 30 новых специальностей добавилось, и профессии сметчики в приказе Медведева отсутствует, просто как таковая. Ее исключили из этого приказа профессия сметчик, но включили пункт специалист по ценообразованию в строительстве. То есть, как бы действительно, сколько оказалось право, и в этой ситуации профессия сметчик отпала. То есть, когда вы будете искать должность, не поленитесь еще поискать не только какого сметчика, а еще по специалисту по ценообразованию в строительстве. Вот некоторые у нас с вами прям вот даже пишут, что им нужен специалист по ценообразованию. Это более широкое такое, более объемное требование к специальности сметчика, потому что в этой ситуации включается достаточно много новых обязанностей, должностных обязанностей для сметчика. Ну, например, такое, которого не было до 15-го года. Определение, это уже описание трудовых функций вот в этом профессиональном стандарте. Определение объемов строительных работ для разработки сметной документации. Ну, правда, в скобочках написано при необходимости. То есть, нам вменили с 15-го года обязанность рассчитывать объемы работ. Ну, если они недостаточно, у нас указано в проектной документации, если мы работаем по проектной документации, или если в ведомости объемов работ. Действительно, не все включено. Ну, и последнее, что нам вменили в последнее время, она звучала несколько иначе. Вот почему у нас есть курс подсчета объемов работ новой, да. Совсем вот недавно, с 15-го года включили нам эти обязанности, а еще у нас включили согласование и представление сметной документации заинтересованным лицам в установленном порядке. Ну, и поэтому у нас появился курс, вот такой курс небольшой, как бы, ну, он на 20 часов, всего два дня, экспертиза проектной сметной документации, потому что вы никуда не денетесь, вам придется защищать свои сметы, вам придется в сводном сметном расчете как-то рассчитывать стоимость этой экспертизы. Ну, и еще мы целый день разбираем там вопросы по типовым ошибкам, по каким-то, и по расчету указываю, как это быть, как смотреть вообще вот визуально на сметную, на свою составленную смету, чтобы определить, правильно там посчитаны объемы работы или нет. То есть буквально вот даже изучаем это. Ну, начну я сейчас с того, что мы поговорим об основном документе, и буквально вот несколько, несколько, несколько фраз о том, что вот специально вам показываю. Мы на всех курсах говорим о том, что есть вот такой документ, МДС 8135-2004, выпущенный в 2004 году. Ну, последний раз этот документ редактировали в июне 2014 года, и этот документ когда-то был выпущен госстроем, тогда еще это был госстрой, Государственный комитет Российской Федерации, потом его переименовали в Министерство регионального развития, и начиная с 2014 года у нас называется, наши подведомственные вот выпускающие документы орган правительства Российской Федерации называется у нас с вами Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Почему останавливаются именно на этом сборнике? Вот в этом сборнике порядка 20% информации, которые находятся в этом сборнике, уже не действует. Сам сборник действующий, но для составления сметной документации, к сожалению, большому, порядка 20% информации уже не действующей, вы должны об этом знать. У нас с вами, начиная с первых фраз, вот в этом сборнике написано, что этот сборник применяется для всех предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, вне зависимости от их финансирования. С июня 2017 года основным документом, тем, которым мы с вами должны пользоваться для составления сметной документации, более важный, чем вот эта методика, это градостроительный кодекс. И этот градостроительный кодекс достаточно много информации меняет от того, что написано вот в этом сборнике. Это самое главное. Все-таки для вас сейчас наиболее важен градостроительный кодекс. С июня 2017 года там появилась глава 2.1 «Ценообразование в строительстве». То есть и даже специально статьи определенные, по которым у нас расписывается, кто имеет право пользоваться сборниками, нормативами. У нас там расписано, в какой ситуации мы проводим непосредственно вот экспертизу сметной документации, проверку сметной документации, какие объекты у нас с вами уникальные, особенные, особо сложные, что такое вредное строительство. Мало того, там у нас в главе первой раскрывается вся терминология строительного производства. Вся. Что такое новое строительство? Мы уже берем не из этого сборника. У нас пункт 13. Что такое новое строительство? Что такое реконструкция? Что такое капитальный ремонт? Что такое лимейные объекты? Что такое объекты капитального строительства? Что такое объекты некапитального строительства? И уже начиная с августа 2018 года в градостроительном кодексе единственный документ расписано, что такое снос и демонтаж. Больше у нас нигде. Вот в этой методичке у нас этого нет. Мало того, здесь есть приложение. Вот единственное, ради чего стоит смотреть МДС 8135, здесь есть приложение 2. Как выглядят наши документы, если мы с вами работаем с федеральным бюджетом? Если помните, бюджетов у нас 4. Федеральный бюджет, территориальный бюджет, отраслевой и индивидуальный бюджет. Ну вот в этой ситуации, опять же, градостроительный кодекс. Читаем пункт 1, статья 8.3, глава 2.1. Цена образования в строительстве. Он наиболее важный документ, чем вот этот документ. Ну, я сейчас касаюсь этого документа просто потому, что у нас в этом документе отражены некоторые понятия, что такое локальная смета, что такое локальный сметный расчет, того, чего нет в градостроительном кодексе. И у нас с вами как раз вот прописано локальные сметы, относятся к первичным сметным документам, составляются на какие-то отдельные виды работы или затрат по зданиям, сооружениям на основе объемов работ. Объемов работ, определившихся в ходе при разработке рабочей документации. И расчеты. Что такое расчеты? А расчеты составляются у нас с вами тоже по объемам работ, объемы работы, размера затрат, окончательно неопределенные и подлежащие уточнению на основании рабочей документации. Так вот, на стадии проекта, те, кто у нас уже изучал проектирование или занимается проектированием, по определенному документу 87 приказу мы сейчас разрабатываем две стадии, двухстадийное проектирование, локальные сметные расчеты создаются на стадии проекта, локальные сметные документации создаются на стадии рабочей документации. Ну и я тут как раз показываю вам, что у нас четыре метода, да, и в этой ситуации, когда мы составляем сметную документацию в обязательном порядке, мы должны с вами рассматривать техническое задание, которое выдают контрагенту друг другу, заказчик генподрядчику, генподрядчик субподрядчику, ну для того, чтобы определиться, каким методом работаем. Ну и самое главное, всегда сразу показываю сайт Минстроя, вот на всех своих курсах. У нас уже с вами достаточно давно, достаточно давно, начиная с 10-го года, для сметчиков создана электронная библиотека. Не только для сметчиков, для всех строителей. Вот где я беру все те документы, о которых сейчас буду рассказывать. Заходите на сайт Минстроя, на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Есть вкладочка «Деятельность». По этой вкладке проходите в градостроительную деятельность. И вот, пожалуйста, все, что касается строительства, вот в каждом этом блоке. Вам для составления сметной документации, для проверки сметной документации, для составления каких-то документов смет по проектированию, изысканию, для того, чтобы открыть любую методичку, нужен будет вот этот блок. Ну и сразу говорю, вот здесь есть правовые, правовое регулирование строительства на территории Российской Федерации. То есть на основании каких документов, на основании каких приказов мы имеем право с вами производить строительство, проектирование, ну и так далее, и другие какие-то строительно-монтажные работы. Вот в блоке нормативно-техническое регулирование, начиная с 10-го года для всех строителей на территории Российской Федерации выкладывают СП, и я на всех курсах об этом говорю, которые раньше называли СНИПами, строительные нормы и правила. Вы не смотрите на то, что вы составляете сметную документацию. Сейчас буду рассказывать и буду говорить о том, на основании чего мы берем те или иные расценки или производим тот или иной расчет объемов работ в своей сметной документации. Очень часто мы с вами для того, чтобы доказать своим контрагентам, почему мы включили те или иные расценки, почему мы произвели расчет каких-то строительных работ, мы будем открывать вот такие СНИПы. Очень часто говорят СНИПов, сейчас нет. Да, СНИПы у нас все переведены в СП, своды правил. Вот здесь, начиная с 10-го года, по годам выкладываются все наши СП, актуализированные версии наших СНИПов, которые произвели вот начиная с 10-го года и несколько раньше, которыми мы очень активно должны с вами пользоваться. Очень активно. А вот в отношении чего я как раз вам буду рассказывать и открывать СНИПы. И буду открывать СНИПы, и мы будем об этом говорить. О том, какие СНИПы нам очень нужны будут в первую очередь для подсчета добровых работ, подсчета объемов работ. В вторую очередь, чтобы доказать правильность составления нашей сметной документации. Вот здесь вот они все выкладываются, и здесь достаточно будет просто-напросто смотреть их. И как только вы открываете какой-то либо документ и нажимаете на вкладочку «Смотреть», он открывается, и вы его скачиваете себе. Если вы захотите его скачать напрямую, здесь достаточно будет, ну, надо будет ответить на какие-то вопросы. Из какой вы организации, чем вы занимаетесь, ваш телефон, ваш e-mail и так далее. Ну, чтобы не смущаться заполнением каких-то граф и так далее, можно просто открывать, смотреть, скачивать себе в обязательном порядке, если вы составляете сметы на определенные виды работы. Очень-очень нужный документ. Ну, а далее вся наша библиотека по ценообразованию строительства. Помните, говорил о том, что мы теперь как бы не сметчики, мы теперь специалисты по ценообразованию. Поэтому здесь у нас ценообразование блок, а не блок сметчика. Вот здесь все, что касается составления сметной документации, в том числе, по всем, по всем разделам, по всем курсам, которые мы с вами проходим, как раз в блоке ценообразования. Вот у нас единая электронная библиотека, где точно так же можно все скачать. Вы, наверное, и слышали о том, что если мы работаем с бюджетом, то в этой ситуации мы используем индексы изменения сметной стоимости. Единственный индекс бесплатный у нас, индекс МР. Пожалуйста, открывайте. Вот 5 апреля появился новый индекс у нас уже на первый квартал. Те, кто занимается проектированием, буквально вот, ой, извините, 5 марта, 5 марта, буквально вот с первого, с первого квартала 2018 года у нас не было индекса пересчета проектных изыскательских работ. Ну вот, наконец-то он появился. Наконец-то. Вот здесь он в этих документах есть. Они здесь расположены таким образом, что их можно использовать и для фэров, и для терров, в зависимости от того, в каком регионе вы работаете. Вот это единственное место, где эти индексы у нас бесплатные. Ну а далее у нас есть, мы разбираем, как нам применять индексы по затратам, как нам применять какие-то стройинформ ресурсы или любые другие индексы, мы разбираем на курсах. Здесь вот, если вы будете считать градостроительный кодекс, там в первом пункте статьи 8.3, главы 2.1 как раз описывается, что если у нас с вами 50% денег в смета, стоимость сметных работ строительно-монтажных за счет федерального бюджета, мы обязаны пользоваться с вами вот таким федеральным реестром. Вот и подробно очень тоже на курсах рассказываю, практически на каждом курсе, начиная с того, что рассказываю, что он из себя представляет, ну для того, чтобы вы имели в виду. Вот, пожалуйста, помните, сказала, финансирование у нас с вами, 4 вида финансирования, государственное, если 50% и более, и одна копейка, федеральное финансирование, отраслевое финансирование, пожалуйста, кроме Газпрома, потому что Газпром надо покупать, будет специально, Росгидро, все остальные отрасли, здесь свои нормативы выкладывают. Территориальные нормативы, пожалуйста, единственное, на что всегда обращаю ваше внимание, а вот когда вы будете заходить в эти вкладочки и находить свои сборники, не поленитесь зайти в эти вкладки, посмотреть столбец 6 и столбец 7. Если в столбце 6 ничего напротив сборника не прописано, значит, он существует в настоящее время, и вы имеете право им пользоваться. Если в этой ситуации, вот у нас какие-то надписи синего цвета, это говорит о том, что этот сборник уже отменен, и пользоваться им нельзя, исключен из списка. А если вот такая вот система, половина из него черная буква, половина синяя, то есть в этой ситуации часть таблиц, несмотря на то, что сборник был выпущен в 8, вот в 96 году постановление, хотя номер 96 года уже достаточно давно, но таблицу первую мы можем применять для составления смертной документации, а вот все остальное уже применять не можем. Если у нас просто-напросто исключен, то в этой ситуации даже в 7 столбце не будет перехода и открытия вот этого сборника. А если он наполовиночку, вот он лежит, только мы должны знать, что можно использовать только таблицу, первую таблицу, четвертую. Все остальное уже отменено. Вот это очень важно. Прежде чем сдавать смертную документацию на проверку, не поленитесь, зайдите вот в этот федеральный реестр, а вы составляли смертную документацию по действующим сборникам, или эти сборники уже отменены. Вот в обязательном порядке надо проверять это. Мало того, иногда бывает так, что какие-то контрагенты дают нам с вами смету, и первое, с чем мы сталкиваемся, когда мы закладываем эту смету в свою сметную программу, мы сталкиваемся с тем, что наши нормативы в нашей сметной программе отличаются от тех нормативов, которые, к примеру, смету нам дал наш заказчик. Отличаются. То есть они совершенно стоимость другая. При пересчете совершенно другая стоимость. Там может быть совершенно другой норматив, там может быть внутри нормативные ресурсы совершенно другие. Вот тогда в этой ситуации надо будет просто войти, опять же, вот в этот федеральный реестр и посмотреть, кто из вас прав. Кто забыл обновить программу? Может быть, буквально вчера вышли изменения, исключенных по каким-то определенным постановлениям, и ваша вся работа, вам придется пересчитывать ее и так далее. Поэтому очень внимательно относитесь вот к этому федеральному реестру. Ну, я вернусь опять. Ну, самое главное, помните, сказала, что любую работу можно свою составленную сметную документацию можно проверить. Можно. Вот как раз последний метод по укрупненным показателям говорит о том, вот у нас, как они воспринимают, но, по каким-либо сетям, газоснабжение, тепловые сети, наружные сети, автомобильные дороги, водоснабжение, канализация и так далее, то вот в этих сборниках можно открыть и посмотреть по объектам-аналогам, а сколько стоил километр вашей дороги или километр вашей сети 1 января 2017 года. Перевести индексом пересчета вот за 5 минут и потом посмотреть свою составленную смету. Как много вы не добрали от того, что вы составили, или, по крайней мере, а сколько вы перебрали. Заказчик не пропустит, опять же, по градостроительному кодексу, заказчик не пропустит вашу смету. Если она будет намного дороже, ну, чем у нас есть такая критерия, опять же, по градостроительному кодексу, по документам, по экспертизе, 10% максимум. Если она у вас больше, чем вы смотрите по этим укрупненным показателям, более 10%, пересмотрите, пожалуйста, свою смету. Вполне возможно, что где-то вы неправильно или посчитали объемы работ, или что-то у вас где-то масло-масляное по составам работ. Посмотрите, пожалуйста, в своей документации сметном, ну и так далее. Вот нам в помощь как раз метод по укрупненным показателям. Ну и практически на всех курсах я рассказываю об этом методе, но тем более, когда мы проходим курс по предотвращению ошибок, мы как раз считаем, сколько стоит, вот за 5 минут можно посчитать. Обратите внимание, у нас с вами прокладка городских телефонных сетей на километр, жилы 0,32 мм с числом ПАР-10. У нас идет с вами марка ТППЭП и стоит километр 236 847 рублей на 1 января 2017 года. Нам с вами уже закладывают стоимость, поэтому мы при составлении сметной документации обязательно должны открывать вот такие сборники. И в зависимости от наших ведомостей, объемов работ от проекта, ну смотреть, сколько должен вообще стоить в данной ситуации наш километр. В данной ситуации. То есть хотя бы по сетям, хотя бы по наружным сетям. Ну, к сожалению, здесь в основном объекты народного образования, малая архитектурная форма, озеленение, объекты здравоохранения. Если у вас промышленные предприятия, ну тогда, к сожалению, есть, конечно, некоторые сборники, и мы об этом говорим. Есть достаточно много сборников, и в основном они для экспертов, которые и по промышленным предприятиям тоже. Ну, или надо смотреть объекты аналоги, уже построенные, во сколько обходилось строительство объектов аналогов. Ну, и какие-то другие документы тоже рассказываю, каким образом это делается. Ну, сегодня мы об этом говорить не будем, каким образом это делается. Я просто вам показала вашу электронную библиотеку. Ну, и для того, чтобы все ознакомиться со всеми методиками, у нас, обратите внимание, методические документы в строительстве. Вот здесь у нас как раз все наши МДСы, все методики, по которым мы сейчас составляем сметную документацию. Единственное, сразу предупреждаю, есть вот такие сборники, как МДС 8136, 37, 38, 40. Их можно использовать только в той ситуации, когда договор на проведение строительно-монтажных работ был заключен до 30 сентября 2017 года. Потому что 30 июня 2017 года эти сборники, вот они здесь есть, но их уже отменили, пользоваться ими нельзя. А для того, чтобы посмотреть, можно ли им пользоваться, надо зайти в федеральный реестр. У нас с вами очень четкая градация, очень четкая. Мы с вами применяем базу 2014 года, договор заключен до 28 апреля 2017 года и продолжаем в ней работать. Единственные дополнительные работы, если они возникают в процессе строительства, вы имеете право составлять в редакции 2017 года. Начиная с 28 апреля 2017 года, всю новую сметную документацию мы составляем в нормативах базы 2017 года в обязательном порядке. Ну и вот это вот градация по 36, 37, 38 и некоторым еще сборникам. Если вы заключили договор до 30 июня 2017 года, вы продолжаете работать по тем документам, которые существовали на день составления договора. Но исключая дополнительные работы. И опять же, в этой ситуации вы объясняете со своими контрагентами, как вы будете работать. Вот федеральный реестр смотрите и для себя решаете, каким образом вы это делаете. Достаточно. Вот здесь у нас, обратите внимание, есть нормативная база, изданная в 2014 году, 20 января 2014 года, приказ 31 ПР. Продолжаем пользоваться, если работали до 28 апреля 2017 года, договор был заключен. И здесь же у нас с вами база нормативная, изданная приказом 1038, 30 декабря 2016 года, которая вступила в действие 28 апреля 2017 года. Две базы. Две базы. Очень часто мы говорим еще о вот таком сайте, как в ГИС-ЦС. Я знаю, некоторые в этой ситуации говорят, а при чем тут в ГИС тогда ЦС? Посмотрите, у нас 30 сентября 2017 года был создан сайт. Федеральная государственная информационная система по ценообразованию в строительстве. Этот сайт у нас создан для того, чтобы мы переходили на ресурсный метод. Предполагалось, что на ресурсный метод мы с вами придем, но последняя дата была 25 февраля 2019, внесение изменения в 1352. Но этого у нас с вами не произошло. Все, что вот на этом сайте федеральной государственной системы, все относится к ресурсному методу. Но я сейчас специально покажу вам, очень многие не знают о том, что здесь есть очень хорошие какие-то информации есть для нас с вами. Даже если мы продолжаем работать базисно-индексным методом, здесь все для ресурсного метода. Гессоны. В Гессонах нет денег в элементах сметных нормах, здесь только ресурсы. А стоимость ресурсов мы распроставляем с вами, ну или по прайс-листам, или по определенным сборникам. Вот как раз нам и предполагалось, ну здесь вот те же укрупненные сметные нормативы и методики, которые вступили в действие 1 февраля 2017 года, предполагалось, что мы их будем использовать. На многих из них написано, что они используются для составления смет ресурсным методом. 1028 приказ от 20 декабря 2016 года, вот как раз там прямо написано, что методика для составления смет ресурсным методом. А предполагается, вот я говорю, 25 февраля, что вот здесь в классификаторе строительных ресурсов у нас будут выставлены стоимости материала. Вот то, что никак у нас с вами не произойдет, у нас с вами и проставляют стоимость материала. Предполагается, вот есть единицы измерения, но стоимости пока нет. Ну, Якушев, Владимир Якушев, министр нашего министерства строительства, говорит о том, что у нас с вами в этой ситуации перенос составления смет ресурсным методом для бюджетного финансирования произойдет не раньше 2022 года. Ну, будем надеяться, по дорожной карте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства они там прописывают переход полностью на ресурсный метод до 2025 года. Для вас, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, очень хорошая вещь, которую можно использовать прямо сейчас. Посмотрите, в разделе «Мониторинг строительных ресурсов» мы, как сметчики, мы, как сметчики, можем воспользоваться перечнем юридических лиц, выпускающих материалы, строительные материалы и оборудование. Вот, если нам это необходимо, мало того, посмотрите, пожалуйста, 15 тысяч организаций, почти 16 выпускающих строительные материалы, нам теперь не надо искать прайс-листы где-то, нам достаточно открыть карту, посмотрите, пожалуйста, показать на карте, найти на карте то место, где мы собираемся строить свой объект. Прямо вот сейчас откроется карта. Вокруг этого объекта, чисто в регионе, будут обозначены по номерам производители и девелопера строительно-монтажных материалов для строительно-монтажных работ и оборудования, нам достаточно будет открыть, посмотреть, что за организация, вот увеличивая, увеличивая, что за организация вокруг нас выпускают те материалы или оборудование под номерами прям, посмотреть, вот вы, когда будете вставать на те или иные какие-то данные, то здесь прям будет отмечаться. Общество с ограниченной ответственностью стандарт. Можно будет найти это общество стандарт и запросить и телефоны, и адреса, и напрямую запросить счета или прайс-листы на те материалы, которые они выпускают. Вот нам облегчили составление СМЕД тем, что теперь у нас есть с вами, нам не надо в интернете долго искать какие-то прайс-листы. Нам достаточно будет найти список организаций выпускающих, посмотреть на карте непосредственно близость, посмотреть расстояния, которые у нас с вами будут осуществлять наши машины, материалы, наши машины, перевозя материалы оборудования, ну для того, чтобы правильно посчитать наши объемы работ и наши данные в смертной документации. Вот это последнее новшество, вот они появились у нас 30 сентября, к сожалению, денег пока нет, денег нет, но в ближайшее время обещают, что это произойдет, уже теперь говорят о втором квартале и так далее, но пока хотя бы есть возможность найти производителей наших строительных материалов, хотя бы. Это вот то, что у нас непосредственно на сайте Минстроя в нашей электронной библиотеке для того, чтобы правильно составлять смертную документацию. Ну а мы сейчас с вами перейдем к общим правилам какой-то подсчета объемов работ. Ну и в этой ситуации я, конечно же, не успею рассказать все, но мы с вами даже прям вот посчитаем, проверим, поговорим, как проверить стоимость, ну объемы каких-то работ, как посчитать эти объемы работ. Ну и обычно я в этой ситуации начинаю рассказывать практически на всех курсах об основных, в общем-то, терминах, которые мы касаемся с вами при подсчете объемов работ в том числе. Ну, придерживаться следующего порядка, вот это у нас все из определенного сборника, есть у нас по подсчету объемов работ, обычно я рекомендую в этой ситуации открывать сборник, называется у нас, ну вот последнее время достаточно мало сборников выпускали, но основной сборник, честно скажу, по которому училась я еще, и достаточно такой объемный сборник, и очень здорово, что он у нас с вами есть, этот сборник. Можно будет, я даже как бы в этой ситуации, видите, я часть материала покладываю вот непосредственно в наши какие-то блоки, да, но для того, чтобы мы видели, у нас есть такая очень хороший справочник, Зинева справочник, инженер-строитель, ну и здесь опять же, минуточку, не откроется сборник, сейчас я немножко несколько действий сделаю, чтобы открылся сборник, и Голубев, Голубев. Выпуск сборника происходил еще у нас с вами в прошлом веке, но подсчет объемов работ мало чем изменился, мало чем изменился, очень подробно у него расписано, каким образом вы считаете объемы работ, и сейчас я покажу вам прямо специально этот сборничек Голубева, вы его запишите, можно его скачать непосредственно в интернете, нет проблем. Ну и второй вариант, конечно, можно выслать его вам, каким образом производить подсчет работы. Так, и сейчас, минуточку, я открою этого Голубева, чтобы вы могли с ним познакомиться. Так, это устанавливается, прям так и называется у нас с вами, ну сборничек такой, подсчет объемов работ и автор Голубев. Давайте так, я вот чуть-чуть сейчас, у меня установится программа, чтобы он открылся, и я вам прям покажу непосредственно этого Голубева, чтобы вы записали, каким образом, как он точно, совершенно, чтобы можно было его скачать. Ну и я обычно в этой ситуации как бы не жадничаю, я, если вам это надо, в обязательном порядке могу выкладывать. Следующий, вот это почем объемов работ Голубева. Обычно я для начинающих рекомендую еще вот такой сборник. Посмотрите, есть несколько сборников, и опять же, если необходимо, то вот они у меня есть все, и я его вам открою, и вы сможете его посмотреть. Универсальный справочник прораба. Если вы начинающий сметчик, то о технологии строительного производства очень доходчивым языком рассказывается вот в этом универсальном справочнике прораба. Единственное, здесь даже есть раздел «Подсчет объемов работ». То есть вот можно прям все-все-все прочитать, 760 страниц, не так это и много, можно выбрать только то, что вам необходимо. И прям вот непосредственно по подсчету, подсчет объемов работ, рассказано здесь, в этом сборнике, очень подробно, каким образом это делается, единственное. В то время, когда создавался вот этот сборник, вот я прям открываю подсчет, 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 когда создавался этот сборник, не было достаточно много программок, вот которые я покажу сейчас вам. Особенно если вы проверяете какие-то объемы, конечно, желательно в этой ситуации все-таки просчитать в каких-то более легких программках. Вот сейчас даже покажу. Вот в этой ситуации вот этот справочник прораба, раздел «Подсчет объемов работ» очень вам поможет. Мало того, вот сказала про СНИПа. В этом справочнике, несмотря что он прораб, здесь постоянно есть сноски по каким правилам вы делаете, те составляете сметную документацию, используете технологии ту или иную, сноски прямо на смесь, сноски на СНИПа, на СП и так далее. То есть здесь вот тоже очень правильным языком описывается все, что мы делаем с вами в сметной документации. Есть, конечно, у нас еще справочник инженера-строителя, но там он в нескольких томах. Это более такой доходчивый. Несколько томов справочника инженера-строителя. Ну и в этой ситуации надо будет просто просматривать определенные разделы. В справочнике инженера-строителя есть раздел, ну вот то, что я вам про Голубева говорила, пожалуйста, определение объема строительных работ, Бои-Голубев, достаточно старый сборник, выпущен сборник в 76-м году, но тем не менее этот сборник до настоящего времени. У нас ничего с вами при подсчете объемов работ, в сметном деле ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Поэтому мы продолжаем им пользоваться. Ну и вот, сказала, следующий вариант у нас с вами «Справочник инженера-строителя». Или четыре тома. В первом томе рассказывается, какие материалы мы применяем в строительно-монтажных работах. Во втором томе рассказывается по технологии строительного производства, прям в соответствии с нашими сборниками нормативов, которые мы используем при составлении сметной документации. В третьем сборнике разбирается подсчет объемов работы и так далее. Вот еще один сборник инженер, но он достаточно трудоемкий, достаточно большой. И мы его как бы... Ну, я рекомендую уже тем, которые занимаются уже достаточно давно сметным делом. Ну и сейчас мы просто-напросто поговорим с вами об определенных расчетах каких-то работ. Ну, я надеюсь, что все, кто мы здесь есть, относимся к строителям. Не будем подробно разбирать поэлементно, что у нас в здании, да, что такое фундамент, что такое стены наружные, что такое внутренние стены и так далее, что такое перекрытие. На курсе технологии строительного производства мы очень подробно говорим о строительной вот этой терминологии, потому что там мы учим составлять сметы по проекту и с учетом вот этой строительной терминологии. Ну, здесь вот эту презентацию вы все получите, очень подробно рассмотрите вот эти все иллюстрации, ну, для того, чтобы тот, кто не строитель, все-таки разобрался в основной терминологии, по которой вы составляете сметную документацию. В нашем с вами МДС 8135 прописано, что сметная документация составляется, вот локальная сметная документация составляется по видам работ, по элементам зданий, сооружений, по элементам. Поэтому знать элементы надо обязательно. Ну, и вот такую вот разбивочку вы тоже увидите. А для чего это надо? Помните показатели, окрупненные показатели, да? За пять минут можно посчитать, сколько стоит построить жилой дом, одноподъездный, 27-этажный, из кирпича, если у вас потребность в составлении сметы на жилой дом. Вот в этой ситуации, если вы составляете сметы на фундаменте стоимости, от общей стоимости, да, где-то порядка 9,5% приблизительно. Отделочная работа, составляете смету на отделочную работу, ну, приблизительно 6% от общей стоимости. Если у вас есть стоимость в укрупненных показателях метра квадратного, посчитать стоимость своего здания элементарно, стоимость метра квадратная на 1 января 2017 года, с индексом пересчета вы получите стоимость в текущем уровне цен, а потом возьмете процент отделки приблизительный и будете знать, насколько должны потянуть ваши сметы в денежном варианте, ну, хотя бы в этой ситуации, ну, хотя бы приблизительно. Больше или меньше получилось у вас. Плюс-минус 10% по градостроительному кодексу и другим документам, которые мы изучаем вот на курсе экспертизы. Ну, а сейчас мы с вами поговорим, первое, я уже начала, видите, говорить о том, какими документами мы с вами будем пользоваться для того, чтобы составлять те или иные какие-то ведомости объемов работ и подсчитывать объемы работы. Ну, у нас есть такие понятия, как площадь здания, как объем здания, да, например, строительный объем здания, площадь застройки, у нас есть такое понятие, как строительный объем зданий, и нам в обязательном порядке вот это все приходится рассчитывать в нашей смертной документации. У нас есть такие понятия, например, как площадь застройки здания, что туда входит. Вот все эти данные мы можем с вами прочитать, все понятия по расчету каких-то общих, понятия по расчету общих объемов по зданиям, сооружениям, мы можем прочитать, вот СНИП 3106 2009 года с изменением 1.2 уже перевели в актуализированную версию СП-118, 13330 2012 года издания. Вот все для того, что надо, пожалуйста, хотите считать площадь застройки, что это такое, определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания под Соколю. Это все вот из этого СНИПа. Далее, что такое, если вам необходимо просчитать площадь помещений, площадь здания внутри здания, тоже оттуда все. Мало того, если вы считаете объемы работы, к примеру, на самом-то мансардном этаже, у вас здание мансардное, то есть у вас кровля, используемая для каких-то жилых или нежилых ситуаций, то у нас с вами вот это все как раз прописано в нашем СП. Ну и даже, когда вы считаете площадь застройки здания, и появляется у нас с вами очень часто вот такого плана здания с какими-то арками для проезда машин под этим зданием, каким образом в этой ситуации мы считаем площадь застройки, тоже вот из этого нашего СНИПа. То, что у нас с вами в обязательном порядке площадь под этой арки входит в площадь застройки нашего здания, в обязательном порядке. Все, что мы с вами считаем, все наши объемы работ, по ГОСТу, опять же, нормативный документ, ГОСТ у нас 21-110-84. Издан был в 84-м году, но до сих пор он остался, ну как бы государственные вот эти стандарты у нас корректируются, в них вносят изменения, но таблица, по которой мы считаем с вами ведомость объемов работ, ну вот и наши с вами программы выдают таблицу вот такую, она из нашего ГОСТа, государственного стандарта, 84-го года издания, в нее практически не вносят никакие изменения в последнее время, ну и так далее. И если вы откроете 87-е постановление о порядке разработки проектной документации, там тоже есть вот в разделе проекта организации строительства строительства, ведомость объемов работ в обязательном порядке должна быть включена в проект организации строительства, ну в соответствии вот с ведомостью объемов работ вот по такому ГОСТу, вот прям прописано у нас с вами. Ну а далее мы с вами поговорим сейчас, но у нас не столько много времени, о земляных работах. Начнем с первого вида. Мне как раз в этой ситуации очень хочется вам рассказать, каким же образом вообще считаются земляные работы. А здесь есть те, кто у нас был на подсчете объемов работ, на курсах подсчета объемов работ? Пока нет, да? Ну, значит, будем разбирать. Вот при расчете земляных работ, к сожалению, большому, вот это вы все сможете прочитать только у Голубева. Я показала подсчет объемов работ, издание 76-го года, ни в каких СНИПах, ну очень мало информации в каких-то СНИПах, в каких-то ГОСТах, в каких-то стандартах и так далее. Для того, чтобы правильно посчитать земляные работы, в основном подсчетом земляных работ занимаются у нас с вами сметчики-проектировщики. На основании каких-то проектов по генеральному плану, плану схемы планировочной, отметок участка, на основании планов земляных масс и так далее. Вот сейчас я это покажу. К сожалению, большому очень часто, очень часто случается следующее. Что когда мы потом берем сметную документацию и на стройке приходят прорабы, нам надо закрыть какие-то виды работ, то те виды объемов работ, которые указаны в сметной документации или в проектной документации, ну не совпадают с теми, которые фактически выполняются на стройке. Ну и земляные работы, хотите ли вы не хотите, я достаточно часто их читаю, проверяю. Очень часто получается, что прораб приносит нам ведомость объемов работ для составления актов выполненных работ, и объемы работ не совпадают с теми, которые включены в нашу сметную документацию, приложены к нашему договору. И чтобы доказать правильность расчета прораба вот этой вот земляных работ, в КС-2 нам приходится производить сметчикам, инженерам по ценообразованию, специалистам, расчет земляных работ. И в этой ситуации вы, как сметчики, вот должны знать такие понятия инженерные, как черные отметки поверхности земли, как красные отметки поверхности земли, уровень грунтовых вод, что такое классификация грунтов по группам и в каких условиях производится работа. Вот вроде бы понятия такие для сметчика достаточно сложные. Я сейчас это объясню, и вы увидите, что они достаточно легкие. То есть особенные каких-то разногласий вот при подсчете земляных работ, если у вас превышение этих земляных работ, ну, основу надо знать. Ну, и первое, с чего мы начнем, понятие абсолютная отметка. Это расстояние в метрах по вертикали от какой-нибудь точки на поверхности земли до среднего уровня поверхности океана. Вот у нас с вами в городе Кронштадте на Балтийском море, вот у нас Балтийская система высот, есть такой знак футшток, Кронштадтский футшток. Так вот, он выбран у нас на территории Российской Федерации самым главным геодезическим опорным пунктом. По нему отмеряется ноль. Ноль уровня высоты поверхности земли вот на территории Российской Федерации. Тот условный уровень, вот абсолютных отметок, условный уровень нашей земли, вот среза земли, ноль, ноль, ноль. Вот в любом месте после этого определяется уровень земли вот по отношению к этому номеру, по отношению к этому нулю. У нас с вами как раз называется они условные отметки. И если вы посмотрите какой-то генеральный план, вот так он выглядит на проекте. Вот я специально положила более легкий, а потом положила немножечко более тяжелый. Но расскажу на более легком. Вот вы увидите какие-то цифры, цифры на схеме планировочной отметки. Ну, к примеру, 147.12, 146.90. У нас с вами с нивелирами, с теодолитами выходят в поле наши изыскатели и наносят отметки земли в конкретных точках. Вот это отметки 147.12 вот над уровнем ноль-ноль нашего футштока, который находится в Кронштадте по отношению к Балтийскому морю. Вот как раз эти отметочки и называются у нас с вами абсолютными, черными отметками. А вот уже потом между этими отметками проводятся вот такие горизонтали. Ну, они как бы такие визуальные просто горизонтали. Сами отметки нивелиром проставляются, а потом между ними какие-то горизонтали. Ну, вот 147.50 между отметками 58 и 45 в среднем приблизительно. Между отметкой 45, 147 и 12 какая-то отметка вот здесь проходит горизонталь 147. Ну, и так далее. То есть у нас с вами чисто вот абстрактно рисуются горизонтали, вот эти черные горизонтали, черные отметки нашей Земли. Далее. Ну, вот это более сложно, но то же самое. Обратите внимание. Вот горизонтали черные, и где-то есть вот особые отметки 177.81, 180.25. Это уровень по футштоку над уровнем, над нулем Балтийского моря. Где-то в конкретном... Ну, вот это Курск. Вот это Курск. Ну, вот это вот Московская область. То есть отметки по конкретной месте строительства, конкретно на черной отметке. Далее у нас с вами есть вот эти черные отметки, существующие отметки дневной поверхности Земли до начала земляных работ. А потом проектировщики придумывают вот такие красные отметки. Что значит придумывают? Они берут нам, разрабатывают организацию рельефа. Еще его в простонародье называют план вертикальной планировки. Вот это все придумывают наши проектировщики. Они организуют наш рельеф таким образом, чтобы вода не застаивалась, дождевая вода, притаяние снега вода не застаивалась на территории нашей площадки. Если вот это вот отметки черные, то, что существует до начала строительства, то после того, как построят наш объект, в этом месте эти отметки будут вот такие красные. Ну вот, к примеру, 178, 0, 0, 178, 10, 178, 20, 30, 40 вода течет вот в эту сторону. Вся вода на этом участке течет вот в этот верхний крайний угол справа. Верхний крайний правый угол. Она вся собирается вот в это место. Вот этим как раз занимаются проектировщики. Далее нам разрабатывают вот такой план земляных масс. Когда-то она называлась, иногда вы будете слышать от старых инженеров, это называлось картограмма земляных масс. А самое интересное, для чего она нужна нам, сметчикам. Вот если вы не познакомитесь в проекте с такой картограммой земляных масс, то вам достаточно сложно будет рассчитать расценки по разработке грунта. Бульдозером, к примеру, или экскаватором. К сожалению, большому, да, к сожалению, вот если мы работаем с вами экскаватором, разрабатываем грунт, то у нас с вами на территории, во-первых, на территории России три вида экскаваторов. Драглайн, прямая лопата, обратная. Плюс у нас с вами шесть видов грунтов. Первый грунт песчаный, тип грунта. Самый последний, шестой, это скальный грунт. В основном он у нас в Крыму, на Урале и так далее. Вот если у нас три вида экскаватора и шесть видов грунтов мы перемножим, получается 18 типов расценок по грунтам. Далее, у нас разные ковши у экскаватора. Ковш есть 0,25 кубов, вмещает, а есть достаточно большие, которые вмещают 8 кубов ковша у шагающего экскаватора. И таких вот ковшей 8 наименований. 18 на 8 где-то получается у нас достаточно много, 100, сколько-то там, ну почти 200 расценок. И из этих 200 расценок мы должны выбрать всего одну. Мало того, у нас есть такие понятия, как сухой грунт и мокрый грунт. Поэтому мы еще с вами этот грунт по объемам должны разделить на мокрый грунт и сухой грунт. Вот тут-то у нас появляется уровень грунтовых вод. А вот когда мы работаем бульдозером, вот это очень хорошо как раз прописано в нашем подсчете объемов работ в том фолианте, который я вам показала. Вот здесь как раз у нас с вами у Голубева прописано. По технологии строительных производств мы с вами в обязательном порядке, если мы работаем бульдозером. Наш бульдозер с вами проводит по технологии, должен сначала срезать насыпь, а потом переместить ее в пониженные какие-то участки. То есть он у нас с вами, наш бульдозер, вот в этой ситуации работает с нашей картограммой очень-то хорошо, он-то движется у нас с вами вот таким вот образом по проекту организации строительства. Откуда мы узнаем, какую расценку мы берем в сметную документацию и какой мы считаем объем, каким образом мы считаем объем. А вот у нас есть такой раздел, называется проект организации строительства. Если у вас есть проект, в обязательном порядке ознакомьтесь с ним. Если проекта нет, тогда уже будет более сложнее. Если вы просто в существующем здании собираетесь в подвале насыпать какой-то грунт просто или откапываете наоборот подвал, откапываете все фундаменты и делаете усиление. Делайте усиление своего фундамента. К сожалению, большому у вас не будет проекта организации строительства, но вам все равно надо будет предусматривать какие-то расценки, составлять стоимость, определять вот виды работы. Вот если проект есть, здорово. Вот это для вас тоже неотъемлемая часть. Здесь у вас будут, во-первых, все объемы работ. Если проект есть, то будет вот картограмма земляных масс, где подсчеты объемов работ будут уже сосчитаны. Единственное в этой ситуации. Я ни разу ни у одного проектировщика не видела вот такой фразы. Сейчас я вам ее покажу. Вот у нас в государственных элементных сметных нормах есть некоторые фразы. Так, сейчас, минуточку. Так, в государственных элементных сметных нормах вот такая фраза есть. И когда мы составляем сметную документацию, нам обязательно надо обращать внимание. Вот почему пересчитываем всегда те объемы работ, которые есть в проекте. Посмотрите, если у нас есть с вами какой-то лишний грунт, проектировщик обычно считает физический объем грунта. Физический. Сколько грунта физически нам надо насыпать? Обратите внимание, пункт 1.12 у нас там идет вот 1.1.9. При этом объем грунта, подлежащего вывеске автомобильным транспортом, исчисляется по проектным размерам. Объем грунта, подлежащий подвозке автор транспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под полы и в нас их вертикальной планировки, исчитается по проектным размерам, но с добавлением на потери ни в одном проекте я не видела, чтобы они нам добавляли на потери при транспортировке на расстоянии до километра 0.5% и при транспортировке на расстоянии более километра 1% грунта. Вот, к сожалению, они не читают наши нормативы, к сожалению. А у нас с вами происходит следующее, что приходит потом прораб, мы видим с вами, что в картограмме земляных масс, в плане земляных масс у нас стоит какой-то вид работы. А вот при бульдозере, смотрите-ка, вообще при обратной посыпке полтора, а при укладке в насыпь мы теряем процент грунта. А у нас они считают, они считают по физическому объему, дают вот такую вот нам таблицу, мы начинаем пересчитывать, и у нас это все физический объем. И учитывая, что нам и того грунта не хватает для насыпи, если вы посмотрите 12 тысяч и 5, где-то порядка 15 тысяч, должны еще, если мы везем свыше километра, умножить здесь на 5, на 10, да еще у нас, то есть у нас всегда грунта или не хватает, или его мы не можем вывести за нормальные деньги. Почему вам и придется считать объемы работы в обязательном порядке, когда вы будете сдавать КС-2. Проектировщики не читают наши с вами СНИПа, да, но наши с вами ГЭСы, но они не читают и не знают правила. Они считают физический объем, а у нас достаточно много того и другого. Ну, в этой ситуации, где я узнаю, чем я копаю грунт, для того, чтобы рассчитать определенные какие-то объемы работы. Так вот, я открыла специально ПОС проекта организации строительства, и у меня в проекте организации строительства есть раздел «Работа малевого цикла», где прописано, что на начало строительства по всей территории детского сада, подлежащей продлежке, снимается растительный грот и складируется на участке. А излишки растительного грунта вывозятся, и проектировщики нам дают его физический объем. Далее, а он у нас разрыхлился, и машин нам понадобится больше. Вертикальная планировка стройплощадки выполняется бульдозером, ну и так далее. А далее отрывка траншеи и котлованов экскаватором, обратной лопатой с погрузкой на автотранспорт. Вот достаточно много материалов, которые мы с вами будем использовать по счете объемов рабов. Ну и последнее, о чем я хочу вам сказать, что такое грунтовые воды. У нас очень часто приходится считать объемы мокрого грунта и объемы грунта сухого в нашей смертной документации. Вот если смотреть разрез нашего грунта, если у нас где-то в изысканиях есть такой грунт, как глина под землей, то обязательно или до этой глины, если наверху какие-то сыпучие грунты, не глинистые, до этой глины образуются такие воронки водяные, или уже после. Вот здесь вот прямо эта глина дается, она дается как труба. И у нас с вами грунтовые воды. Вот между этих двух глин, не раствояя их, определенный поток река подземная. Подземная река. В этой ситуации, когда у нас бурят, проводят изыскания, шурфят нашу землю и дают нам изыскания инженерные, как геологические, так и геодезические, они говорят нам об уровне грунтовых вод. Нам в обязательном порядке придется смотреть наши СНИПы, а еще смотреть непосредственно наши технические части. У нас в технических частях даже прописано, что затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять с применением повышающих коэффициентов. Посмотрите. Но для этого мы должны с вами узнать, что такое мокрый грунт, что такое, и посчитать их. А вот по поводу того, как считаются мокрые грунты и каким образом считаются сухие грунты, нам расскажет вам вот такой свод правил. Смотрите. Я не строитель, но я смету составить без знаний сводов правил, СНИПов, ГОСТов не смогу правильно. И у нас тут же понадобится СНИП, бывший СНИП 87 года, 3.2.81, 1 января 2013 года актуализировали этот СНИП, превратили его в СНИП вот с таким длинным номером, где есть очень хорошая фраза. Пункт 6.1.11. При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна мокрыми, следует считать не только грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод. Вот по картиночке уровень грунтовых вод. Вот он проходит. Уровень грунтовых вод. Глина, слой глины не дают ему выпереться туда вверх. Не дают. Но мы принимаем не только уровень вот этого грунтовых вод, но и еще предполагаем, что этот уровень грунтовых вод повышается по капиллярам. Повышается. А на сколько нам дает СНИП? Мы можем к объему мокрого грунта добавить еще, если у нас крупные пески, крупные, средние, мелкие пески по высоте от уровня грунтовых вод еще 30 метров, если у нас полеватые пески сутпость еще полметра, а если суглинки или глины еще целый метр. То есть, несмотря на то, что уровень проходит грунтовых вод вот здесь, а мы еще целый метр мокрых грунтов добавим в объемах работ. При подсчете объемов мокрого грунта и сухого. Нам придется сосчитать весь грунт при выемке котлована. И если мы вот по такой картиночке, фантазию, я всегда на своих курсах говорю о том, что проявляйте фантазию. Представляйте, как выглядит ваше, то, что вы производите на стройке, каким образом выглядит ваша работа. И тогда в этой ситуации у вас добавляется еще целый метр для расчета грунтовых. Ну, вот в обязательном порядке еще рассматривайте СНИПы. Ну, а я сейчас просто вам покажу, каким образом, ну, вот по перевозке, то, что никогда не делают проектировщики, ну, и каким образом у нас считается подсчет объема работы. Вот такой вот маленькая-маленькая-маленькая, маленький котлованчик какой-то, очень маленький котлованчик. Ну, если представить его картинку, я обычно в этой ситуации всегда указываю вам, есть такая программа, называется она Zimmax. Вот для тех, кто не может представить, что такое... Я ее уже, оказывается, открыла. Сейчас, минуточку. Я ее, оказывается, открыла. Так. И она у меня вот здесь. А, так, вот здесь. Она в свободном доступе в интернете. Нет никаких проблем. Первое. Конечно, очень здорово просчитать этот объем, вот как у справочники прораба, в справочниках инженера, у Голубева по формулам. Здорово это сделать. Но если у вас уже есть смета, уже есть объем работы, вам надо просто маленький-маленький котлованчик проверить, вот в этой программе Zimax я выложу эту программу, и вы сможете, если флешки есть, пожалуйста, нет проблем, можете скачать. Единственное, обратите внимание, здесь наши котлованы картиночками представлены. Единственное, чего здесь не отражено, откосы, если они у нас есть. То есть здесь как бы, если откосы есть, они представлены какой-то средней линией. Средней. Здесь не указаны откосы. Я потом покажу программу, которую можно использовать с откосами. И если у нас есть вот какое-то вот такое задание, как посчитать нам с вами объем земляных масс? Нам дали ширину по дну котлована, нам дали длину по дну котлована, нам дали глубину в проекте, нам с вами дали ширину по верху, нам дали ширину по низу. То есть в этой ситуации мы сможем с вами открыть картограмму и посмотреть, каким образом в картограмме у нас с вами вот этот котлован размещен. Каким образом? Ну и я когда говорила о... Я выбрала вот такую как бы картиночку, да, ну проект, вертикалку. И здесь очень интересно посмотреть. Обратите внимание, вот здание, котлован под ним. Но помимо здания у нас еще есть территория, которую надо в нашей ситуации везде практически осуществить насадь. Плюс, плюс, плюс. И только маленький участок с минусом. Только маленький участок. Наверху прописываются черные горизонтали. Отметки земли до начала строительства. Извините, внизу прописываются черные горизонтали, отметки внизу, отметки земли до начала строительства. Наверху красные, вот как раз по ЭМ горизонтали разбираются, красные отметки. То, что будет после того, как мы построим, и высчитывается разница между ними. Если это плюс, это насыпь, если это минус, это выемка. Обычно это делается таким образом, вся территория делится на квадраты. Вот в данной ситуации квадраты, можно даже посмотреть, квадрат 400, площадь, в числителе пишется, сколько на этот квадрат надо привести земли, если это с плюсом. В знаменателе пишется площадь этого квадрата, 400. Значит, разбивку произвели 20 на 20. Можно, если написано 100, разбивку произвели 10 на 10. Если написано 1000, значит, разбивку произвели 100 метров на 100, 10 тысяч метров, 110 на 100 метров. Если очень большие какие-то площадки, действительно это так делается. Таким вот образом. Работает у нас бульдозер в посе просчитали. Работает он у нас обычно вот снизу вверх. Он срезает, срезает насыпь и переносит это, срезает насыпь, срезает насыпь и переносит это кучечки в то место, где это надо засыпать. То есть туда, где у нас производится засыпка. Ну и я начала говорить о подсчете объемов работ. И сразу показывая вот такое маленькое задание, у вас презентация будет. Вы презентацию откроете, посмотрите, почитаете и программы тоже. Пожалуйста, первый вариант по Голубеву. Есть возможность по справочникам, по всем справочникам рассчитать подсчет вот этих земляных работ вот по этой формуле. И тогда в этой ситуации единственное, что вам надо будет сделать, вам надо будет выразить. Вот все пишут, я не зря показала ведомость объемов работ. Я всегда настаиваю на том, что при подсчете объемов работ в обязательном порядке это все делалось у нас с вами, рассчитывалось в какой-то табличной форме. Вот желательно все это выполнять в какой-то табличной форме. Тогда это будет очень и очень наглядно, первое. Второе. Для себя любимых проходит время, и мы почему-то забываем, каким образом мы выполняли те или иные виды работ. Мы просто-напросто забываем, каким образом это делали. Поэтому желательно вот какие-то там таблички брать. Вот если вы откроете Голубева, то здесь в этой ситуации могут быть несколько вариантов. Вот он предлагает вот такую таблицу взять, к примеру. Считать, если нет никаких, просто сухой грунт или просто только мокрый грунт. Или если у вас есть и мокрый грунт, и сухой грунт, использовать вот такую таблицу. Смотрите, участок между осями, вот то, что я показывала, какие-то квадраты, отметки уровней грунтовых. Вот категория грунта с первой по шестую. Сейчас будем говорить. Есть ли откос у вас. А далее, сколько у вас размет траншея в мокром грунте или там котлован. И сколько в сухом грунте. Для того, чтобы рассчитать отдельный объем. Мы сейчас с вами воспользуемся вот такой же таблицей. Единственное, я уже на курсе показывала, я все удалю. Подсчет объемов работ в той табличной форме, как предлагает навод Голубев. Для этого я просто-напросто открываю те данные котлована, которые я взяла из своего раздела плана земляных масс. И обратите внимание, ширина по дну 23, 47,5 у меня с вами длина. И я прописываю, ширина по низу 23, длина котлована по низу 47,5, длина котлована или траншея какой-либо. Далее, глубина котлована в моем задании, пожалуйста, 4,2, проставляю 4,2. Далее, длина котлована. Опять же, смотрю на свои задания, на свои картограммы, смотрю. Поверху 25,7, 52,8. 25,7, 52,8. Длина. И 25,7. Все, что нам надо, вот здесь просчитать по формуле. Опять же, еще раз, открываете любой исправочник, видите эту формулу. Формулы. Мы очень подробно на курсах, вот эти формулы я выдаю, их достаточно много. Посмотрите. Глубина, деленная на 6. Ну, я сейчас для себя перенесу просто сюда. И у меня здесь глубина 4,2, деленная на 6, умножается. Открываю первую скобку, вторую скобку. 2АН формуле, 2 умножаю 2, 2 на 47,5, плюс по этой формуле, еще раз вот показываю вам, пожалуйста, эту формулу, плюс АВ, это у нас с вами длина сторон котлована по верху. И в свою забиваю АВ. И здесь у меня АВ 52,8. Закрываю скобку, добавляю, опять открываю скобку в формуле. И в этой формуле далее, а еще умноженное на ВН, извините, пожалуйста, я вот так сделаю, чтобы мне эту формулу смотреть, а потом вам ее покажу. Вот здесь вот я умножаю на ВН, ширина котлова на 25,7. Единственное, что не здесь, а вот здесь на 25,7. Далее, по той же формуле считаю 2 умножаю на 52,8, прибавляю нижнюю длину котлована по низу 47,5. Сейчас покажу формулу, вы ее увидите, и умножаю на 25,7. Закрываю скобку, закрываю вторую скобку, все, что мне надо в этой ситуации. Скопировать, перенести в результат расчета, выставить то, что я уже вставить, и поставить впереди равно. И у меня полностью расчет какого котлована говорит, что предлагает исправление, ну вот какая-то формула. 2 на 40 по низу, по низу 47,5 плюс по верху, а по верху 52,8 умножаем на, по низу ВН на 23. Вот здесь вот 23, извините, ошиблась, потому что сейчас буду показывать. И вот здесь 23. Еще раз, сама по себе формула, расчет формул. Пожалуйста, все эти формулы у нас с вами в любом учебнике, в любом сборнике прописано. Их достаточно много. Но я не просто так показала вам вот такую красивую программку. Здесь вообще все очень просто. Ну, первое, случай квадратной ячейки, второй вариант, случай прямоугольной ячейки, это наш. Единственное, откосы у нас с вами. Здесь откосы отсутствуют, поэтому мы стороны ячейки будем рассчитывать следующим образом. Я беру здесь, по низу у меня длина котлова на 23, по сторона, по верху 25,7 и делю на 2. Нахожу какую-то срединную линию. Потом то же самое с длинными. Я беру по верху, по низу длину котлована 47,5 и по верху длину котлована 52,8. Вкладываю, делю на 2, получаю какую-то срединную линию. После этого мне остается только внести глубину своего котлована. И она за секунду дает мне ответ 5128,84. Смотрите, разница. Я посчитала по формуле, получила 5133. Посчитала по программе, получила, пожалуйста, совершенно другой расчет. Разница где-то у нас с вами всего лишь в пяти кубах. Но использовать для какого-то очень быстрой проверки можно и то и другое. Еще есть одна программка. Я ее тоже вот показываю. И в этой ситуации, когда у нас известен откос, когда мы с вами знаем, какой грунт копаем, то тогда нам остается только посмотреть длинные ямы поверху, ширину ямы поверху, проставить глубину и проставить откос. Вот здесь у нас крутизна откосов отношения высоты к заложению. И опять же, вот в этой ситуации, ну не просто так нам даются вот эти данные. У нас с вами есть определенный сборник. И этот сборник называется у нас с вами, вторая часть сборника «Безопасность строительства». Ну вот я сейчас его открою и прям вам покажу. Сборничек у нас называется. Так, СНИП «Безопасность труда в строительстве». Очень, вот смотрите, вроде бы составляем сметную документацию. Ну при чем тут СНИПа, при чем тут СП? Никуда не денешься. Вот здесь, в этой «Безопасности труда в строительстве», в части второй строительного производства прописано, какие должны быть откосы в каком грунте, пологие, не пологие, под каким градусом. Когда мы начинаем с вами устанавливать в откосах крепление? До полутора метров мы можем крепление не ставить. Ставить, начиная с полутора метров до трех с половиной, мы можем ставить крепление в наших котлованах, траншеях. Чисто вот просто, если у нас нет стесненных условий, просто деревянные щиты какие-то установка. Если у нас свыше трех с половиной метров, а еще у нас есть стесненные условия, мы в обязательном порядке делаем металлические шпунты, чтобы они держали нагрузку. Это, конечно, должен быть отдельный проект, но очень часто мне приходится открывать вот этот СНИП по безопасности труда, тыкать в этот СНИП пальчиком и говорить проектировщикам, извините, пожалуйста, у меня стесненные условия, и в этой ситуации я не могу сделать откос. Вот по той таблице, что вам показала. Я не могу сделать откос отношения откоса. Один, например, к 0,75, не могу, один к 0,85, если у меня суглинок. У меня стесненные условия, поэтому с этой ситуацией будьте так добры в ПОСе, пропишите мне, пожалуйста, крепление откосов, чтобы я могла проверяющему в своей смете указать, а вот, пожалуйста, крепление откосов я взяла на основании проекта организации, на основании вот этого СНИПа, ну и так далее. Здесь тоже много всего интересного. Вот про откосы, про откосы, это все вот здесь. У нас в обязательном порядке определенная глубина, определенные какие-то используют, в каком случае, какие используют крепления наших откосов, ну и так далее. Вроде бы вот нас не касается, как сметчиков, но мы никуда с вами не денемся, нам приходится еще и читать это. Ну и последнее, что я покажу по земляным работам, а иногда бывают вот такие у нас здания, сооружения, или вот то, как я вам показала, вот только что, пожалуйста, вот такой вот детский садик. Как в этой ситуации просчитать? Очень интересно, есть программы, про которым я могу просто взять и посчитать, ну вот показала Zimax, показала грунты, я могу просто взять и посчитать, если он у меня квадратный. А как быть, если здание не квадратное? Ну вот, очень все просто, вот тогда мы пользуемся формулами. Посмотрите, первое, что мы должны сделать. Ну, я покажу сейчас вариант, если у нас наш котлован весь на одной отметке. То есть вот в нашей ситуации сейчас котлован где-то 4,2 метра глубиной. А иногда бывает в котловане мало того, что он сложной формы, а еще у него и разные отметки, совершенно разные отметки. И тогда в этой ситуации мы применяем разные формулы по подсчету объемов работ. В этой ситуации нам с вами помочь программы, которые я вот только что показала, грунт или Zimax не могут никак. Потому что у нас, если разные отметки у этих частей здания, у нас еще между ними будет откос. Мало того, а если отметка одна, то в этой ситуации у нас пропадают откосы между вот этими вот зданиями сопряжения. И тогда никуда не денемся, считаем только по формуле. Ну и чтобы нам посчитать по формуле, я вот прям даже ее выкладываю вам. Вот у нас есть такая F. Потом мы берем периметр котлована по основанию весь полностью. Умножаем его на обратные отношения крутизны откоса. Вот как раз сейчас только что показывала. Крутизна откоса и со СНИПа по безопасности строительства. Вот это все. Оттуда эта таблица. После этого мы с вами умножаем на нашу глубину котлована. Прибавляем 4 третьих нашего обратного отношения глубины откоса на глубину котлована в квадрате. И все это умножаем на глубину котлована. Достаточно сложная формула. А если мы еще с вами будем как бы считать в этой ситуации, отметки будут разные, то там и формула будет несколько иначе. Формула будет достаточно сложная. Выглядит эта формула вот таким вот образом. Вот таким. С различными глубинами. Но мы вот как раз на курсе считаем. Вот как раз котлован с различными глубинами. Я сейчас покажу, каким образом считается у нас, если вот такой вот у нас котлован, но на одной глубине. Ну и в этой ситуации я просто покажу уже рассчитанный вариант. Ну и если мы посмотрим, то у нас с вами 20 на 20. Первый прямоугольник. Пожалуйста. 20 на 20. У нас идет, подожди, 20 на 50, извините. 20 на 50. Первая площадь 20 на 50. Тысяча метров квадратных. Второй у нас с вами идет. Здесь вот смотрим. 60 на 20. 60 на 20. Представляем 60 на 20. Третий прямоугольник. Всего лишь 10 на 20. Всего лишь 10 на 20. И общая площадь нашего котлована 2400 метров квадратных. После этого в нашей формуле надо сосчитать периметр по дну, исключая периметр по дну, исключая вот эти вот. Вот эти расстояния. То есть у нас 50, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 80. Мы не считаем внутренние перегородки. Внутренние перегородки. Ну и крутизну откоса. Ну приблизительно, если у нас суглинок, в данной ситуации можем взять суглинок. Глубина 4,2. По заданию. И формулу, которую я вам показала, она обычно прописывается. Вот, пожалуйста, формула. Вы получите презентацию, она у вас будет, эта формула. Пожалуйста, я взяла в этой формулу, выложила это все. Первая площадь 1000 плюс 280 периметр, умноженный на 0,5. Это отношение как раз нашего суглинка по откосу. Умноженное на глубину 4,2. Плюс 4, деленное 4 на 3. Умноженное отношение 0,5 крутизны откоса на глубину 4,2 в квадрате. И умноженное на глубину 4,2. Переносим это все и ставим впереди равно буквально за секунду. Наш котлован 6,694,30. С учетом откосов 6,694 куба. Вот таким образом по формуле все это очень просто делается. Ну, конечно, конечно, самое сложное мы разбираем на своих занятиях. Каким образом, если у нас различная глубина, каким образом это делается. Мы стараемся там, ну, 3, 4, 5 вот таких вот методов разобрать. Потому что действительно мы никуда не денемся. Еще раз, проектировщики достаточно часто совершают ошибки. Ну, и нам придется, когда мы сдаем КСК, конечно же, доказывать. Проверять. Проверять. На стадии предпроектной, как бы очень, или на стадии преддоговорной проверить вот эти все объемы очень сложно. Очень сложно. Ну, давайте говорить вот честно, откровенно. Объема земляных масс проверять никто никогда не проверяет. Но это первый пункт. Вот если экспертиза делает какое-то замечание, то это единственный, ну, один из первых пунктов, где можно объем работ понизить для того, чтобы снизить стоимость каких-то работ в смете. Мы действительно согласиться не брать какие-то дополнительные на перевозку грунта, какие-то дополнительные коэффициенты. Ну, и тогда в этой ситуации просто-напросто у нас вот будет вот такая вот вещь с вами. Нам не будет хватать в смете объемов работы. Не будет хватать. Ну, и очень подробно разбираем в других местах, ну, и так далее. У нас уже время подходит. Вы получите потом вот эту презентацию. Посмотрите, пожалуйста. Я здесь разбираю расчет. Вот, опять же, СНИП. Я всегда отталкиваюсь от СНИПа. Если мы составляем сметы на каменные какие-то конструкции, мы в этой ситуации в обязательном порядке должны просчитать стоимость или рассчитать количество сетки. Если у нас кирпичная кладка наружной стены, у нас каждый третий ряд сочетается между собой армированной сеткой. Какое-то армирование. И нам очень часто приходится, если вы будете открывать армирование, набирать армирование, то очень сложно будет рассчитать вот этот вес сетки. И в этой ситуации вот даю очень подробный расчет этой сетки. Опять же, на основании двух СНИПов, первый СНИП у нас с вами идет непосредственно по каменным конструкциям, а второй СНИП у нас с вами для того, чтобы рассчитать СП 7013330 несущей ограждающей конструкции. А расчет сетки, сколько килограммов нам надо на куб нашей сетки, вы увидите вот прям вот непосредственно в той презентации, которая у вас придет. Времени у меня достаточно мало. Ну и откуда я это брала, я даже вам, в общем-то, выложила, какой по марке, какой марки сетка, весь метр квадратный. Ну, далее, про отделочная работа. И опять же, в этой ситуации у нас с вами мы должны смотреть СП, СНИПы и так далее. Ну, например, очень редко кто из сметчиков знает вот такие, ну, все вы знаете понятие простая штукатурка, улучшенная, высококачественная, да, когда вы составляете сметную документацию. Но практически никогда сметчики не вникают. А почему она простая? Почему она улучшенная? Почему она высококачественная? Вся, любая и простая, и улучшенная должна быть высокого качества. И в этой ситуации все зависит только от толщины нашего намета. простая, строители настройки делают 14 миллиметров, улучшенная 17, а высококачественная 22. И вот в этой ситуации при составлении сметной документации у нас достаточно много происходит всяких нюансов. Очень много. У нас вот это как раз в проектной документации все расписывается в СНИПах. Когда мы применяем простую, когда улучшенную, когда высококачественную. Какой толщины мы с вами применяем, тоже все это у нас гидроизоляционная и отделочная работа. Это как раз вот здесь. Ну и на своих курсах обычно тоже вот для того, чтобы проверить те или иные объемы работ, ну считаем мы по формулам, конечно, мы очень уменькие все, мы все это считаем по формулам. Но когда мы потом проверяем эти объемы работ, если вы заказчик, я обычно даю какие-то очень быстренькие такие схемочки, очень быстренькие программки, ну для того, чтобы мы могли проверить проектировщиков. Ну очень быстро. Ну или в той ситуации, когда у нас с вами ремонтные работы. Вот есть такая программка по подсчету объемов работ, и достаточно много таких объемов, в которые мы вносим, и очень быстро можем рассчитать. Да, по формулам это очень здорово, но, к сожалению, это очень долго. Если к словам и никуда не денемся, то здесь мы можем обойтись даже без формул. Ну и так далее. У нас достаточно всяких сетей инженерных, достаточно много. Ну и в этой ситуации я подробно рассказываю о ГОСТах, об условных обозначениях, как читать наши чертежи в инженерной сети. Ну вообще просто читать чертежи по ГОСТам, по СНИПам, по СНИПам, ну и так далее. Внутренние санитарно-технические работы. Я специально на этом семинаре вас призываю как раз к тому, чтобы все-таки мы с вами пользовались вот таким подсобным материалом. Вроде бы это для проектировщиков основной материал. Но мы никуда с вами не денемся. Мы не составим правильную, хорошую смету, если не будем вникать в технологию строительного производства, и если не будем вникать во всякие строительные нормы и правила. Там достаточно много информации, чтобы научиться составлять правильные дорогие сметы. Очень часто на курсах меня спрашивают, ну как научиться составлять большие, хорошие, правильные сметы. Надо вот читать всякую литературу. Ну и пожалуйста, вот я в этой ситуации хочу еще сказать о курсе экспертиза проектной сметной документации. Отличный курс. Я сейчас по подсчету объемов работ. Отличный курс. У Натальи Владимировны Шаровой скоро будет этот курс. Она тоже проводит бесплатный вебинар. Вы можете тоже прийти к ней. У нее будет совершенно другая тематика. Она тоже расскажет. А я приглашаю вас на курс экспертизы проектной документации. Вот два дня, 16 часов. Из этих 16 часов, практически 8 часов мы говорим о том, какие не надо делать ошибки в сметной документации. И там как раз говорим о том, что вот если вы видите, что очень большой объем работ, все виды работ 100 рублей, 200 рублей, 600 рублей, полторы тысячи. И вдруг среди сметы одна строка говорит о том, что 3,5 миллиона, полтора миллиона. Эту ошибку в первую очередь вы делаете, проверяя подсчет объемов работ. В обязательном порядке мы на этом останавливаемся. Мы говорим о том, еще какие ошибки вы допускаете при составлении сметной документации. Ну, основные ошибки, конечно, их достаточно много. На что обращать внимание? Как писать замечания к сметам, если вам дают эти сметную документацию проверять? Как писать ответы, если вам эту сметную документацию дают замечания по этим ответам? Ну, и вы учите сами вот рассматривать те сборники, по которым я рассказываю на основании. Мы с вами как раз вот находим вот эти все ошибки, где мы это все с вами читаем. Ну, и очень подробно об этом разговариваем. Ну, я свой семинар заканчиваю, поэтому презентация к вам придет в обязательном порядке. Что не успела рассказать, пожалуйста, можете посмотреть, почитать. К вам на ваш e-mail в обязательном порядке надо будет просто зарегистрироваться. Кто, если здесь присутствует, к администратору подойти и зарегистрироваться, и вам тоже пришлют. Презентацию у вас будет, как бы какие-то документы, если вы хотите воспользоваться. Посмотрите, я ничего не придумываю. Все, на что я обращаю ваше внимание, все эти СНИП и СП на сайте Минстроя. Все программы просто забиваете в интернете Zimax и получаете самую последнюю. Забиваете программу отделочной работы, программа для расчета и получаете их в пять разных штук. Есть определенные сайты, где они лежат, мы сейчас об этом говорить не будем. Любую вот эту маленькую программку для подсчета единственная. Я всегда рекомендую все-таки потом проверять расчетом. Ну, даже вот элементарно показываю, да. Здесь получается 5128, ну, 5129. А в моем расчете по формуле получилось 5134. Мы потеряли 5 кубов. Есть 5 кубов на такой маленький котлован по программкам. Поэтому, конечно, проверяйте себя расчетами физическими. До свидания.